Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, ребята, это второй дубль, да, первый дубль у нас неудачный, потому что сегодня 4 октября, 23 год, вот, пока еще за моей спиной штормовое предупреждение, ветер с порывами вплоть, даже сейчас у дня до 8 вечера, МЧС меня предупредил, возможно даже ураган, гроза сильная, ливень и ветер 20 метров, там вообще деревья вот так ходуном ходят, пипец, просто жесть, но тем не менее солнце и еще оно такое, местами кто тучи, его закрывает, кто открывает, короче, страшно, что-то на улице вообще такое творится, всем привет, это долгожданное видео, мукбанг, обжор, дегустация, и это все благодаря радужному, радужный привет, вот он задонатил, чтобы попросил, как, короче, как бы заодно, ну, как бы, по моему желанию, по моему усмотрению, чтобы сделать обжор, вот на такое пиво называется Левенбрау, или Ловенбрау, кому как бы очень нравится, делают его в России, а, нет, точнее, подожди, Саранск, это что получается, это Республика Мордовия, да, Россия, Россия, вот, поэтому Мордовии, Саранск, привет, там, кстати, Саша Семакин действительно живет, вот такое пиво, Ловенбрау, я не знаю из лагеров, какое самое лучшее пиво, крепкое, но вроде как охота, оно самое лучшее, марка номер один, раньше оно хуже пилось, а его доработали с годами, со временем, и до сих пор, вроде как, технология не изменилась, а в том году они даже выиграли медаль серебряную, да, за качество, короче, этого вот пивоварения, натуральное, они даже спирт не добавляют в охоту, а так я не знаю, какой лучше, Ловенбрау или охота, ну, охота, наверное, лучше, я считаю, потом еще мотор есть, там тоже хороший, в Матичах делают под Москвой, там, где пивоварня, это пиво ресторан Жигули есть, не Жигулевское, не путайте, а Жигули, ну, моторы, ну, много, в принципе, сегодня перечислишь, у меня сейчас голова не работает, еще арсенальная, скрепкая, потом толстяк, там, прочь-прочь, ну, мне кажется, охота, самое лучшее, но мы сегодня Ловенбрау дегустируем, вот с таким вот кушаньем, это называется, жареные помидоры, залитые куриными яичками, с майонезиком, поперчили, посолили, корицу добавили, это уже по вкусу, все, лук, кстати, тут еще жареный, чеснок, помидоры, вот такие вот, это очень полезное блюдо, оно считается, помогает, вот, при всяких заболеваниях, чтобы они не развивались и даже лечат вещество, томаты при тепловой обработке вырабатывают, называется ликопин, поэтому кушайте помидоры и в таком виде, в теплом и просто в свежем виде, они все полезны, а еще полезно, это сава, там, архитидоновая кислота содержится, она, но она уже разрушается, если вы будете тепловую обработку сава жарить, она погибает моментально, это ценно очень, число, просто надо совсем несколько секунд на сковородочке это сальце, чтобы она просто тепленько была, чтобы не хрустело, давай теперь ты говори, а то уже я как, этот, полинетчик. Сначала я поздороваюсь, привет всем, всем привет, что говорить-то, ну, рады же, ну, привет, мы сегодня дегустируем, я уже покушал блюдо, понравилось, да, покушал, я люблю, люблю такое, вот, все, пена села, до этого, когда у нас видео не состоялось, она у нас через края пена потекла, очень такое пенное тоже пиво, пейте пиво пенное, здоровье будет, аху, обалденная, 4 августа сделали, 23-го года, ну, до 31 января 24-го года, левен, брав, не от перца першит, так, мотор, мотор, давай, не знаю, давай, чокнусь так, раз, два, три, за всех подписчиков, за донатеров, за фанатеров и просто за добрых людей, да, и хочу сразу, вот, воспользоваться моментом, случаем, и извиниться, попросить прощения, а у тех людей, которые все принимают на моем канале всерьез, это касается даже вот к моим иногда высказанным молодежным сленгам, поэтому вы тоже думайте головой, что вы думаете и что вы пишете, все, что есть на этом канале, это все актерское мастерство, никто ничего, никого ни к чему не призывает, ни в коем случае, вот, поэтому, каждый должен жить своей башкой и соблюдать, как говорится, наше законодательство, потому что, чтобы было можно когда-то, тогда, уже сегодня это нельзя, и люди, они такие, нехорошие есть, начинают писать всякие гадости. И вот многие, хочу воспользоваться случаем, хочу сказать, не знаю, лишним это будет или не лишним, вот, почему я так часто, когда обращаюсь, говорю, ну, я сейчас стараюсь вообще-то не говорить, вот, здравствуйте, мальчики, здравствуйте, мальчики. Что такое мальчики? Мальчики, это просто, это полюбасику, по-доброму обращение ко взрослым парням, да неважно кому, просто к мужскому полу. Откуда это все зародилось на моем канале? Да, я не знаю, можно так сказать? Нет, да, я плагиатчик такой, вот, я сплагиатил эту фразу у мамы-отличника. Мама-отличника, знаете, такую, она всегда, вот это, у нее сын еще Лева, Левушка, постоянно, когда она обращается к своим зрителям, она всегда говорит, здравствуйте, девочки, здравствуйте, девочки, здравствуйте, девочки, вот. И больше так никто ее нигде не говорит в интернете, я никогда не слышу. А я придумал, здравствуйте, мальчики, вот. Для рифмы молодежный свэнг взял, здравствуйте, мальчики, прошу прощения, это нельзя говорить, а мальчики, да, на моем каналчике, видите, рифмы, мальчики, там, вот это, а на моем каналчике, То есть это молодежный свэнг, да, это фамильярно, может быть, там прочее-прочее, но еще раз я говорю, и что я хотел сказать-то, в общем-то, в принципе, то, что была такая в Телеграме группа закрытая раньше, вот так она именно и называлась, мальчики, ну вы поняли, и меня не просили, чтобы я часто привет им передавал, ну, упоминал, ну, как бы, привет просто, потом группа куда-то исчезла, пропала, и вот, я не знаю, Может быть, меня кто-то хотел подставить, как обычно, меня постоянно все подставляют, не только меня, а всех блогеров, и вот и Руслана Вительмана, там, и вообще, ну, поэтому здесь ничего в этом вообще такого нету, я вообще, как говорится, все делаю, вот, ну, чтобы вас как-то развлекать, а люди не всегда это понимают. Как тебе это, кушание нравится? Да, я же сказал, вкусное. Оно, раз когда-то было не вкусным, ну, по-моему, всегда вкусное. Да, и не люблю никогда ни перед кем оправдываться. Люди нынче стали очень злые, нехорошим. Я не говорю, что я хороший или я плохой, я просто нормальный, я стараюсь быть хорошим, не всегда получается. Может, тоже чем не сказать, если мы слое есть там. Ну, меня же не снимаю видео никаким, об этом я и не могу, в принципе, сказать что-то про то, что ты говорил. Главное лишнее не сказать, у нас, видишь, как, слово не воробеевали, улетит и не поймаешь. Скоро замат будет, да, блокировать уже. Вот так вот. Что попало в интернет, уже никуда не денется. К сожалению. Он Хованский, у него постоянно, что ни слова, то мат, во всем на всех видео. Потому что раньше вроде можно было ругаться, а сейчас, если и можно, на ютубе не только никак часто. А если монетизация, то вообще следит монетизация. Надо там ютубу это сообщать, то, что это есть какие-то там вулигарные, нецензурные, там, брань, прочее, прочее. Поэтому все, что можно было год назад, или там в том году, в этом году уже нельзя. Так вот, и люди, многие от этого страдают. Я, с одной стороны, даже рад, что стали все ужесточать. Рад, хватит, потому что действительно очень много дерьма на ютубе. Ну, просто не хочется, не хочется попадать под одну гребенку. Не хочется. Это очень... Чтобы было монетизацией, нельзя материться? Нельзя, да, нельзя. Серьезно тебе говорю, не знаю, у меня там же, я потом тебе покажу, как будет загружать, там даже на вопрос отвечаешь. Если в вашем видео там нетензурных, там, брань, там, прочее. Да, это у кого нет монетизации, там такого нет. Ну, все же лучше не ругаться. Ну, просто нечасто. Я еще удивился, вот чему учат наши, наш кинематограф. Вот чему он учит. Понятно, это артист, это фильм. Им, типа, можно, им, типа, можно. Даже как вот на ютубе, вот, типа, вам нельзя, мне нельзя, а им можно. Почему? Потому что они врачи, медицины, там даже эти генеталии показывают, головы, там, как операции делать. Это можно сексологам. Нам нельзя. Но, это же, опять же, это понятно. Но, вот, фильм, вот, мы, вот, который смотрим по телевизору, я не помню, как называется, там, то ли улица разбитых фонарей, то ли что такое-то, неважно. Вот, я вчера буквально смотрел фильм, ну, так, вкратце, мельком. Сидят два оперативника, два мента, грубо говоря, на лавочке, вот. Вот, и в открытую, в общественном месте, среди народу, там и машины, но они, естественно, не форме, а в штатском, ну, в обычной одежде, вот, как я сейчас. И сидят, пьют пиво на скамейте. Вот, клянусь, вот, мамы, клянусь, вот, пьют, сидят пиво, кудят, еще чуть-чуть. Вот, ну, я понимаю, это фильм от артиста, им можно, да? Ну, просто я еще раз говорю, чему вот это они учат, на, вот, говорят, типа, тебя дети глядят, тебя дети смотрят. А вот дети, что, они телевизор не смотрят? Я вообще не понимаю, зачем детям, что детям делать на моем канале. У меня канал вообще, он никогда не относился к детскому, он всегда взрослый, там и ограничения, и вообще он строго взрослый, это 18 лет и старше. Я вообще этого не понимаю. Наши дети, валите отсюда, вам тут не место на этом канале, канал это для взрослых. Бесит меня это просто, каждый раз. Давай, короче, это выпьем. Слабо тебе залпим это выпить? Ага, сейчас. Так, за всех подписчиков еще раз, за тебя, за твое здоровье, за наше общее здоровье, за удачу во всем. Ты что, залпим это же нереально? Да. Вздуешься просто. Конечно, из нас дегустаторы хреновые, но вот по твоему общему мнению и вкусу, какой тебе, вот, ток, я знаю, что ты пиво вообще никакое не любишь по большому счету, но если я тебе такой вопрос задаю, вот, какой тебе больше нравится все же такие, охота или этот, или все на один вкус? Нет, я считаю, не на один. Ты мне предлагаешь сравнить охоту с ним? Именно с этим, да. Вот, блин, я думал, ты меня спрашиваешь вообще, как мне пиво нравится. Нет, охоту с этим только. Тебе нравится фруктовый, я знаю, там, малиновый, там, как-то. Какой фруктовый, малиновый, что? Ну, эти такие, со вкусами всякие. Нет, я тебе про обычный пиво говорю, там же много разных есть. А, ну, тебе нравится, ты говорил, там, какой-то, губанидура, эль какой-то там, да? А, бельгийский эль или какой-то там, ирландский эль, по-моему. Вот, да, вот это вкусное пиво. Разбирается, разбирается, вот, какой-то, ну, не придиршивый, все, как бы, ест. Да, ну, это понятно, нет, ну, ирландский эль или какой-то там, бельгийский, ну, не знаю. Вот это пиво прямо вообще вкусное, очень вкусное. Оно и пьется вкусным, и какой-то вкус у него необычный. Как вкусный. А тут, ну, вот это пиво, оно легче пьется, во-первых, чем охоту. Ты так точно? Я так, ну, в плане, типа, я так чувствую. Я не говорю, что охота, как бы, невкусная. Просто вот это пью и легче пьется, чем охота, все же. Несмотря на то, что здесь тоже 8, но в охоте чуть побольше, на 1,5 процент. Поэтому, в принципе, ну, они одинаково 8-процентные. Но пьется, я говорю, опять же, вот это легче пьется. А охота не очень легко пьется, но она вкусная. Она такая, более такая, плотная, густая, шляпкая. Да, ну, бельгийский намного вкуснее. Намного вкуснее. Ну, а он разный бывает, темный или светлый? Темный, темный и светлый, я пробовал. Да, я еще лет пиво не пробовал, темное. Вот мне нравится темное пиво, там содержится карамельный солод, раньше называлось Балтика, по-моему, Портер или Портера. То ли четвертый номер, то ли, я не помню, не помню, это давно было. Вот обалденное просто пиво. А еще мне нравится Калужская, Калугий, привет, 387-й, особая варка называется. Вот оно тоже, кстати, темное, там карамельный солод. Я вот темное один раз попробовал, мне очень понравилось. Темное, наверное, даже больше нравится, чем плоти. Чем светлый. Ну да. Так что такие пироги, ну, не будем мы у вас больше томить, конечно. Или сколько там? А, ну там осталось, в принципе, чуть-чуть. Сейчас, видать, наверное, мы допьем все-таки, надеюсь. Надо все допить на видео. Ну, постарайся. Да, давиться не надо, так не снять. Ну, я вряд ли допью уже полностью. Видите, вот говорят, если на кружке остается на стенках вот такая пена, пенка, это очень хороший показатель. Значит, пиво действительно качественное, там все, что нужно есть, и туда-сюда. А вот как-то бывало, что я такое же пиво покупал, именно Левин Брау, это я точно помню. И как-то мне попалось, такого не было на стенках. Не знаю, с чем это связано. То ли оно было плохо охлажденное, то ли все-таки немножко, как сказать, была халтура. Такое тоже, вот я вам точно говорю. А что вообще дороже, Левин Брау или Охота? Так, так, хороший вопрос, что дороже, что дороже. Опять же, смотря где покупать. Вот, например, в Ашане Охота, литр 25, такая вот, сошка, баклажка, фасмассовая бутылка, PET, да, PET, она стоит 170 рублей на протяжении уже многих долгих месяцев. А Левин Брау в Ашане? А вот Левин Брау, что ты бляха-муха, я не помню. Ну, что-то тоже дорого, что-то тоже дорого. Ну, подешевле, чем Охота. Что-то тоже. Ну, там, когда скидка, можно дешево его взять, а так, что-то дорого-дорого. Сколько, не помню. Вот, вот, Охота в пятерочке вроде по 119, в красном и белом там 118, там плюс-минус, когда по 109, не поймешь, а у них такие скачки. Ну, в Ашане дорого сейчас пиво строят. В Ашане покупать вообще все выгодно только когда скидки и только когда там всякие эти, кэшбэк, бешкеки, да. А так, конечно, там... Где там, блин, хлеба, батон хлеба стоит, блин, 100 рублей, извини. Ну, я так, условно. Да, натурально. Я не знаю, сколько там стоит хлеб, потому что я там один раз только заходил туда, и там очень все дорого. А это азбука вкуса, да? Азбука вкуса я тем более не заходил в него. Вкус Вилл это магазин здорового питания. Да, туда как едешь, мимо азбуки вкуса, никогда не видел, что туда люди шли. Ну, может быть, один человек там зайдет спустя. Ну, я помню, я в Вкус Вилле покупал этот какой-то тортик такой-то полезный. Не знаю. Ну, и то это был один раз. Вот так вот. Там, в принципе... И нечего выбирать. Ребята, только без обид, конечно, но вот вы не лучше меня живете, даже, может быть, и хуже порой, и вообще не лучше всех. Ну, просто нельзя, как говорится, издеваться над едой, вот как вы говорите, типа просрочка, просрочка постоянно. Типун вам на язык. Никогда в жизни просрочку никакого не ел. Ну, бывало специально, чтобы вас позлить, там что-то у меня залежалось, например, доширак, там еще что-то, да. А так никогда вообще, какая же просрочка, зачем? Нельзя так говорить, потому что людям, на Украине там вообще людям кушать нечего, а вы такие вещи пишите. Ты ешь просрочку. Завтра, может, вы будете жрать эти вот картофель на очистке, или будете у церкви стоять в противоположном. Нашу обувь привести пример. Ты еще скажи бы мне про это, про Африку или там где. Да, да. Там вообще, как живут там ужасно. Никто не... Над довольствием тем, что у вас есть вот хлеб и радуйтесь там, а то и этого может не быть. Ну да. Можно философствовать с вами очень долго, время идет, оно на месте не стоит. А у тебя еще, конечно, много, глядь, хреново, да, пошло? Нет, я просто растягиваю. Растягиваешь. Да, нет, я не хочу просто сразу выпивать фиг. Ну, короче, мы не соревнуемся, в принципе, надо заканчивать, наверное, что сидит. Сейчас кажется. Соревнуемся. Сегодня я рыгаюсь, да? Где мы не соревнуемся? Да, ребят, вот я рыгаю, да. Я не медсторанен, сколько раз хватит. Поэтому не обессудьте, радужным еще раз привет. Живите своим умом, своей головой. Я никогда никого ни к чему не призываю. Боже упаси. Да, я валяю дурака, да, я колебляюсь на камеру, да, я рыгаю, да, я там рожу строю. Это законам не запрещено, поэтому пока не запрещено. Это уже у каждого свое. Да, если не нравится, вас тут никто силком насильно не держит. Просто идите куда-нибудь лесом, в другое место, в баню, там еще куда-то. Не знаю, ну, что, зачем тут-то вот останавливаться и писать такие гадости. Вы просто-напросто опускаетесь, можно так сказать, до моего уровня, который вам не нравится. То есть вы получаете такие же, как и я, не лучше, чем я, правильно? И что, допешили, все-таки заканчиваем, наверное, уже время 15 минут. Ну и как надо, допю тебя? Тогда мне нужно еще минут 10. Тогда не надо, долго будет. Все, всем пока. А вот, любую вас всех. И будьте все здоровы и счастливы. Да, всем пока. Да здравствует Россия. Вот, слава России, я люблю Россию. Но закон не люблю. Закон не люблю. Они тут у нас, к сожалению, это по скриптуму, они не работают, к сожалению, не работают законно. Они есть, они строгие, они жесткие, очень жесткие. Но они не работают вообще. И очень много всяких подводных камней, много недоработок всяких. Мне много, с чего нужно узнать, ну, типа, людям самим, чтобы узнать какие-то нюансы в этом плане. Ну, в том плане, как и так. А самое страшное, то, что незнание законов не освобождает от ответственности. Поэтому, дуралес, дуралекс или дуралетсетлекс, что-то типа такое по-английски. Я в том плане, типа, то, что вообще говорю, ну, вот, сам посуди. Да, логично. Все нюансы законов нужно знать самому, узнавать самому. Тебе никто о них не скажет. Вот так вот, да. Все, всем пока еще раз. Пока. Не обессудьте. И поставьте больше лайка. Вам бесплатно, а нам приятно все. И не судите. Да, и да, да. Не судима будет. Не судима будет.